Всем привет! Сегодня у меня абсолютно необычное видео, потому что мы находимся в студии Мак, и это не просто будет макияж, потому что в этот раз я не буду краситься сама. Макияж будет выполнять Аня, она профессиональный визажист марки Мак. Вот, и мы будем делать нюдовый макияж, то есть то, что я люблю, то, что я, так сказать, пропагандирую у себя на канале, очень натуральный, женственный, который подчеркнет естественную красоту. Мы будем пробовать новое средство из линейки Next to Nothing, то есть это будет тон и пудра, правильно? На мне сейчас ничего нет, и давай начнем с ухода. Оля, мне не терпится подчеркнуть твою красоту, поэтому, конечно, начнем сначала с проработки кожи. Мы ее подготовим. Для начала я буду использовать Vibrancy Eye, это крем под глаза. И дополнительно на все лицо мы нанесем Time Check Lotion, это тоже продукт, который позволит нам создать такую базу под макияж. Для области вокруг глаз я буду использовать необычную кисть, овал, и, собственно, ей же буду наносить сначала наш крем. Глазки наверх. Интересно, у меня таких кисточек вообще нет, впервые. Что-то такое утрома. И дальше я буду переходить к нанесению крема увлажняющего, минерального. Опять же, кисть номер у нее 127, хитренькая кисточка, можно иметь, например, всего одну, чтобы сделать весь макияж. И легкими растягивающими движениями я наношу наш лосьон. Но ее также можно использовать для нанесения макияжа, правильно? Да, конечно. Такие приятные ощущения. Холодок. Да, легкий холодок. Не только, опять же, увлажнение для нашей кожи, но и ты можешь посмотреть в зеркало, как здорово он выравнивает сразу текстуру. Продолжим подготовку кожи с помощью нового продукта Next to Nothing. Здесь я его буду наносить все той же 127 кисточкой, все той же стороной с синтетическим борсом. А его можно наносить только пальцами, к примеру? Конечно, любой продукт, если тебе комфортно, ты можешь нанести пальчиками, но в любом случае не забывай о том, что все-таки мы стремимся к идеально ровному покрытию, чтобы текстура лежала везде ровно. В этом, конечно, тебе кисть поможет намного лучше. Следующий продукт называется Prepom Prime Highlighter. Я его буду использовать под глаза, как привычный многим консилер. Я давно хотела попробовать именно этот консилер, потому что я слышала, что он идеально подходит для области вокруг глаз, так как не утяжеляет и хорошо подсвечивает, придает такой свежий вид. Не терпится посмотреть, как он будет выглядеть. Мы сегодня немного экспериментируем и как раз-таки будем Next to Nothing использовать как базу под твой любимый тональный крем Studio Waterway. Давай, экспериментируй, давай начнем. На самом деле мне уже нравится, если честно, я бы так и оставила, но давай. Я за эксперименты сегодня не окомандую. Здесь я буду использовать кисть номер 159, тоже двойной ворс, но немного наоборот. Легкими, опять же, растягивающими движениями, для того, чтобы создать дополнительно немного больше плотности. Следующим продуктом у меня будет крем Color Base в оттенке Tint, который мы будем наносить на щечки, для того, чтобы создать свежий красивый румянец. Той же кистью, номер 159, я наношу крем Color Base на скуловую кость, аккуратно растушевываю, для того, чтобы у меня получился эффект реального румянца, а не расчерченного лица. Интересно, я бы сама не додумалась. Тебе нравится? Да. Еще один твой любимый продукт. Да-да-дам. Опять же, крем Color Base. Цвет у него называется Hush. Именно такой цвет, именно крем Color Base с сияющим эффектом я люблю наносить пальчиками. Да. Потому что мне нравится то, как он растворяется на коже, когда я его наношу именно теплыми ручками. Это очень красиво выглядит на загорелой коже. Прямо вообще такое дорогое лицо. Поцелуй сон. Немного подчеркну спинку носа, совсем чуть-чуть, не люблю, когда слишком много хайлайтера по центру лица, чтобы не создавать эффект жирной кожи. Закрепим наш макияж. Я буду использовать прессованную пудру. Возвращаюсь к кисти номер 129. И буду использовать уже стороны с натуральным ворсом. Я хочу нанести пудру не на все лицо, а немного просто усадить нашу тональную основу. По центру лица это лоб, крылья носа, потому что не забываем, по центру у нас хаш, подбородок. Ну что, самый главный элемент на лице брови. Для того, чтобы их подчеркнуть, но оставить максимально естественными, я буду использовать Brow Scalp Brow Pencil. Цвет Fling. Удобный очень продукт. С одной стороны кисть, с другой стороны восковый карандаш. Предварительно я прочешу брови, немного зачешу наверх, создам такой брутальный образ. Ну это сразу так открывают глаза, да? Сразу распахивают взгляд. Безусловно, когда мы немного зачесываем волоски наверх, у нас получается более открытый взгляд. Кстати, вчера на встрече я заметила, что у многих девушек такие натуральные, красивые брови. То есть они оформлены, но не бросают в глаза что-то не так. Или нет какой-то гармонии на лице. Прям вообще стояла, любовалась. Многие девчонки пришли и выглядели настолько натурально и красиво. Прям подчеркивают свою сердцемную красоту. Это не может не радовать. Я всегда как-то не стесняюсь постоянно показывать этот минул. Думаю, ну уже всем надоело, все ожидают чего-то нового от меня. На самом деле я вижу, что девочки именно такой макияж выбирают. Поэтому буду продолжать, делая то, что пропагандирую на своем канале. Я как-то предпочитаю делать на себе. Давай, давай, давай. Для того, чтобы бровь, опять же, выглядела естественной, я делаю чуть больше акцент на хвостике. И очень мягко растушевываю цвет в начале брови, чтобы не получился угрюмый злой взгляд. Для того, чтобы закрепить карандаш и создать еще более пушистый, объемный эффект на бровях, я буду использовать цветной гель для бровей. Цвет у него называется Бигаль. И небольшая хитрость нанесения этого геля. Я его не наношу на всю бровь, а просто прорабатываю хвостик и немного приподнимаю основание. Он также фиксирует бровь? Он также фиксирует бровь идеально. И фиксирует, естественно, карандаш. Смотри, что сделала. Я сейчас подняла волоски для того, чтобы равномерно распределить цвет. И далее, обратной стороной карандашика, чистой щеткой, я просто немного их успокаиваю. Я знаю, что твоя любимая тушь в MAC in Extreme Dimension. Очень удобная щеточка. Она там хорошо так фиксирует реснички, прокрашивает каждую. У меня большие глаза, и мне нужна прям такая большая щеточка. Мне очень удобно ее работать. Ее, кстати, надолго хватает. И держится она тоже отлично. Да, согласна. Тогда я попрошу тебя нанести ее своим фирменным способом. Кстати, вот все постоянно спрашивают, почему я сначала наношу тушь, а потом крашусь. Мне просто так удобнее, и я не порчу макияж глаз, который я уже делаю чуть позже. Потому что иногда накрасишь тени, а потом взяла эту тушь и все испортила. Так что наношу тушь, и мы продолжим с тушью. Да, конечно. Вот разница без и с тушью. Я думаю, что один взмах. Непотрясающе. Да, но чуть-чуть, поэтому я ее так люблю. Здесь я немного подчеркну цвет твоих губ с помощью помады Huggable. Цвет у нее называется Beahack. Я распределяю сейчас помаду кистью 231. Для того, чтобы создать эффект объемного цвета, я немного наслаиваю помаду по центру губ. Вот такой легкий оттенок. Я буду использовать в качестве основы крем Color Base. Цвет называется Groundwork. Сначала я наберу на ребро кисти цвет. И, закрываю глазки, начинаю легко наносить фигмент, двигаясь от ресниц наверх. Цвет я наношу не только на подвижное веко, но и растушевываю в складку. И я буду наносить под нижние ресницы цвет тоже, для того, чтобы подчеркнуть твои безумно красивые глаза. Кстати, это средство я тоже иногда наношу пальчиком. Он неплохо распределяется и легко растушевывается. Почему нет? Главное, не оставлять его надолго открытым. Он очень стойкий. Он очень стойкий. И, конечно, его нужно максимально быстро растушевать, для того, чтобы не получилось четких границ. Так. Дальше я буду использовать платовые тени. Цвет у них называется Soft Brown. Все той же 275 кистью. Немного люблю цвет втушевать. Ты можешь сделать это об руку, либо об салфетку, как удобно. Наношу цвет в складку. Здесь мне помогает как раз-таки форма кисти. Работаю я таким образом, чтобы длинная часть у меня немного провалилась, как будто бы под косточку. И немного вытягиваю, для того, чтобы не создать эффект круглых глаз. Ты наносишь только на внешний уголок, правильно? Я наношу на внешний уголок, да. И немножко кисточкой с остатками консилера смягчаю переходы, для того, чтобы цвет давал эффект перехода в кожу. Чтобы переход был очень мягкий, абсолютно незаметный. А теперь я хочу вернуться к твоему любимому хашу. Тоже я его наношу иногда в качестве тени. Да, как мы уже обсуждали, продукт-то универсальный, его можно и на губы нанести, и на глаза. Здесь я немного подчеркну, закрываю носки, центр подвижного века, для того, чтобы создать эффект такой цветовой вспышки. И сейчас я хочу усилить вот этот эффект сияния и возьму светлые тени. Цвет называется «Флув». Вот, не слышал. Его многие используют как хайлайтер. Такой слегка высветляющий эффект он дает. Но вот эта вот игра именно этого цвета на солнце привлекает многих. Добавляю на наш хаш. Таким образом, его слегка закрепляя и, опять же, делая еще и градиент блеска. Для того, чтобы немного закрасить розовый пигмент на слизистые глаза, я буду использовать карандаш-хромографик. Это универсальный карандаш. Сейчас смотри наверх. Он очень мягкий, поэтому ты его нанесение, думаю, даже не почувствуешь. Я думаю, что мы доработали, завершили наш образ, наш макияж в стиле «Next to nothing». Я надеюсь, что тебе очень все понравилось, тебе комфортно. Да, ну это то, что я выбираю просто в ежедневном макияже. Это то, что является фишкой, наверное, моего канала. Вот, тональный крем выглядит очень натурально. Пудра. Я думаю, что это может быть новый фаворит. Я еще буду пробовать. Вот, мне понравились некоторые оттенки теней. И что-то новое для себя. Спасибо тебе огромное за твои советы, за новые техники нанесения средств. Я думаю, что зрителям также было интересно. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя, что вам было интересно понаблюдать за тем, как работает профессионал. Вам понравился наш диалог, потому что мы как-то дополняли друг друга. И когда что-то очень сильно любишь, то тебе хочется, хочется об этом говорить. Не забывайте о том, что макияж – это своего рода игра. Мы можем меняться, мы можем экспериментировать, пробовать что-то новое. Не бойтесь, но выбирайте то, в чем вы комфортно себя чувствуете. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Всех с тобой обнимаю. Пока-пока. До новых встреч совсем скоро.